С утра во дворе у ветерана трудится целая бригада школьников. Ребята уже успели побелить деревья, теперь очередь красить забор. Покрасить забор, сделать ремонт в доме или подмести двор. С 1 апреля молодые волонтеры будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны. Целый месяц такая акция будет проходить во всех городах Ростовской области, ведь более 7 тысяч ветеранов и инвалидов нуждаются в помощи. Любая помощь по дому согласовывается с ветеранами, учитываются все их пожелания и нужды. На каждого заведена своя учетная карточка. Помимо уборки и благоустройства дома, организована работа по записи воспоминаний участника войны. В дальнейшем историю боевого пути каждого ветерана передадут в школьные музеи и библиотеки. Они уже старенькие, они нам помогали, наши поколения теперь только из-за них живут, и поэтому им нужно помогать. 17-летним юношей Петр Доля пошел в армию. После прохождения боевой практики в Сталинграде, в 44-м был отправлен на фронт. Решил добровольно пойти в разведчики. День победы Петр Доля встретил в Праге. «Начальник штаба сидел в кабине машины, выскочил, думал, что такое. С пистолета начал стрелять. Капитан, победа! Какая победа? Да, действительно победа». На счету у ветерана 19 наград. За отвагу и боевые заслуги, за победу над Германией и многие другие. Последнюю, 70 лет победы в Великой Отечественной войне он получил совсем недавно. До конца апреля более 60 тысяч юбилейных медалей должны быть вручены данским ветеранам вместе с выплатой материальной помощи. «В Ростовской области сохранены все меры поддержки ветеранов. Мы не уменьшили социальные гарантии ни для одной категории граждан, в том числе и для ветеранов Великой Отечественной войны. Они выполняются в полном объеме и своевременно». В апреле пройдет областная встреча ветеранов и молодежи «Наследники победы» и начнется традиционная акция «Георгиевская ленточка». Также «Донская молодежь» примет участие во всероссийских акциях «Письмо победы», «Бессмертный полк», «Ночь в музее» и других. Ася Куренова, Юрий Бабенко, Наданум.